МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые махчимости реабилитации и медицинского туризма у Витебским областным клиническим центром медицинской реабилитации открылся новый корпус. Новые тенденции недея контента, пешший беларуско-российский форум, новые недея о эпоху лежбовизации прайшоу у Витебску. Завершение сезона у Витебску стартовали открытые республиканские спаборненства по скачках на батуте памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Валерия Вагеля. Далей про гэты иншая падрабязня. У студии Наталья Байнарович, витаю вас. У Витебским областным клиническим центром медицинской реабилитации открылся новый корпус. Теперь одночасово поправить дороги в установе смогут каля 160 пациентов. Основный контингент – ветераны локальных войн и члены их семью. Широкий спектр реабилитационных методик и сучасных обсталяваний притягивает и иншаземцу. За 400 годов тут оздоровились выше 2000 грамадян с 18 крайньцвету. Про новые махчымысти центра и медицинский туризм Витебщины расскажет Мария Декан. С пачатку бадзерая пробежка, а пасля гульнял настольный теннис. Игорь Иванович – один из постоянных пациентов реабилитационного центра. Проезжает сюда регулярно на протягу 20-ти годов. Причим не один, а разом с женкой. Надавать больше уваги здоровью бравый войсковец пачал только на пенсии. За его плячима героичная минулая. Служба у гаражных кропках. С пачатку Афганистан, затем Азербайджан. Боевое ранение у руку. Подрыв танка на мине. Зараз кавалер ордена Червоной Зорки працует на руку в школе. Справа хапает. Однако клопот про здоровье за уседу в приоритете. Самый лучший центр реабилитации военных интернационалистов расположен в городе Витебске. Здесь прекрасная физиотерапия. Замечательные, скажем так, процедуры водные. То есть можно посетить подводный душ-массаж, душ-шарко. Любимая процедура. Но у меня, наверное, несколько их любимых. Вот это подводный душ-массаж и азокерит. Лечебная физкультура, психологичная допомога, рефлекса и диета-терапия. Это далеко не полный перолик прогрессивных методок, доступных пациентам центра. Сюда звертаются люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, страуниково-кишечного тракта, опорно-рухального аппарата. Три годы тому тут навод открыли Центр традиционной китайской медицины. В настоящее время Центр традиционной китайской медицины является таким вот, можно сказать, методическим центром по развитию рефлексотерапии. И многих других направлений, спектр услуг их очень широк. Порядка 12 методик. Это дзю терапия, это китайский массаж, гуаша и многие-многие другие. Кожный год Центр примает больше за 2,5 тысячи пациентов. З увядением и эксплуатацию нового корпуса, эта лечба значительно повеличится. Шмат профильное отделение на 60 ложков оснастили высокотехнологичным обсталяванием, якое дозволить поширить спектр методок и повысить эффективность реабилитации. Комфорт проживания людей, которые приезжают сюда на реабилитацию, значительно вырос. Мы наметили, что та основная часть корпуса, она тоже будет отремонтирована и приведена в том числе к тем высоким стандартам, которым нам удалось добиться в этом новом корпусе. Этот центр, он своеобразным таким флагманом выступит в плане внедрения новых подходов, новых методик и в целом по нашей стране. Ну и мы дальше по системе здравоохранения будем развивать такие реабилитационные центры. Открыться нового корпуса чекали долго. Уводить будинок почали яща у далеким 1997-м. Потым двойче за отсутности сродка у будовлю заморожвали. У минулым годе объекту включили у республіканскую инвестиционную программу. После этого справа зрушилась с мертвой кропки. Финансование житцовлялось с двух бюджетов – республіканского и областного. На будовничье работы и обсталевание потратили свыше 10 миллионов рублей. Стратегия, она государственно чуть-чуть повернулась в сторону медицины. И несмотря на ковид, все равно большое количество средств выделяется и на восстановление, модернизацию и строительство других поликлиник специфических или общих поликлиник. Мы доказательство тому – это открытие этого корпуса в этом году. И на следующий год тоже запланировано много объектов. Я думаю, и на Марковщине нужно больницу оперативно сдать максимально, чтобы раздать руки и приступить, наверное, к одному из самых важных объектов в области – это областная больница. Областный клинический центр медицинской реабилитации – уникальный объект. Это одна лечебная установа в Украине, которая занимается одновлением здоровья ветеранов локальных войн. Якость реабилитации былых войнов держава надает особливую увагу, потому что поддержка и хлопот необходимы даже самым одважным героям. Мария декан Сергей Котов, Александр Рындзин, Новины, Витебск. Полная тепла и радости завітала и наша здымочная группа. Раз, два, три! Наша ёлочка горит! Перемахчи злые силы и вырытовать Новый год. Задача непростая. Новученцам и выхованцам Бяросковской школы-сада в этом допомогли казочные герои и щирые веры в суд. Любимого свято тут чекал каждый маленький глядач. И казка саправды завітала у гостя. Святочная программа никого не покинула абыяковым. Я была снегурочкой, готовились мы неделю или две. Мне понравилось дарить детям счастье и подарки. Нам подарили конфеты, и было очень весело. Понравилось. Больше всего запомнились костюмы. Не застались у Баку и гости свята. Представники Министерства юстиции поменьшовали новученцам и выхованцам со святом и уручили приемные подарунки. Таким чином Министерство поднимало добрую традицию и приняло удел у акции «Наши дети». Не только Министерство юстиции, все республиканские органы государственного управления, наши общественные организации фактически круглогодично курируют процесс воспитания, обучения, оказания помощи детям. Когда ты окунаешься в эту детскую радость, ты понимаешь, что жизнь, профессия – это не зря. У Беросковской школе-саде, якая в минулом году отзначила свой вековый юбилей, гостей доброведуют и за все дочакают. Коллектив ведомства на протягу 15-ти годов, подрымливая подшефную установу эдукации и допомагая с выращением наденных пытаний. К столетию нашей школы Министерство юстиции нам преподнесло подарок – это интерактивную доску, многофункциональное устройство и ноутбук. То есть ежегодно нам пополняется база, компьютерная техника, мебелью, наглядными пособиями. Предоставляются детям экскурсии в театры, в цирк. Час приемных встреч и здяснение мар на этом не заканчивается. Марафон добрых справ протягнется до 14-го студеня и подарить тепленью и веру отсюда еще не одному дитяте. Викторий Гриятович, Олег Чарняк, Новины, Докшицкий район. Первый белорусско-российский форум «Новые меды» у эпоху лишбовизации прошел в городе над 9-й мероприемство «Суместный проект Витебска-Габл-Ваконкама» и «Смоленская областная организация Российский союз молодцы». Местом проведения встречи стал Витебский державный университет. Разом с ведущими белорусскими и российскими медээкспертами у обмеркования удельничали студенты и выкладчики факультета гуманитаристыки и иммунных коммуникаций. Север от основных питаний – сучасные тенденции у створения и развития медээконтента. «Наше мероприятие нацелено на то, чтобы спикеры и Российской Федерации, и ведущие спикеры наших белорусских средств массовой информации научили молодых журналистов, да и уже состоявшихся новым веянием в эпоху цифровизации. Те вопросы, которые будем сегодня мы рассматривать, и те спикеры, которые будут выступать – это, конечно, потребность регионов». «В этом году у нас проходили на Смоленске уже форумы, касающиеся именно обмена мнений между молодыми журналистами. Сейчас мы пытаемся выйти на новый уровень, поговорить о том, в каких правовых статах существуем мы. Такие форумы, они помогают наладить сотрудничество между нами. Не только культурное, не только общение между людьми, но прежде всего наладить информационное общение друг между другом. И я надеюсь, что у нас появятся какие-то совместные проекты, возможно, российско-белорусские, именно между двумя соседними регионами». Удел у форуме приняли больше за 100 представников медиасупольности. Сустреча стала уникальной пляцовкой для отримания новых ведов и поширения союзов помеж суседними регионами Белоруссии и России. Саправдный голливудский боевик разгорнулся в Полоцком районе. Как поведомляет Полоцкий Лязгаз, две нитья розы и женщины скрали нарыхтованные для продажу на кермаши ёлки, каля будинка лесництва. Кале лесничую бачу машину, с дверы, якой тырчали древы, и он паспробовал проверить документы. А женщины на машине сполохались и кинулись на утёки. Работник Лязгаза спачатку самостоянной пераследовал двёх горы-выкрадальниц, потом выкликал Держаута инспекцию. Ёлки знайшли кинутыми на дорозе, а легковый автомобиль с галинками от скраденных древ выявили у агроградку Гомель. Жанчинам пагражая администрации на отказность за дробный крадеж, кирование транспортным сродкам в стане алкогольного опьянения. Работники Лязной Аховы зараз узмозненно патрулюют лясы, как продухелить незаконную высечку древ. Такое правопорушение карается штрафом от 5 до 30 базовых величин. Сегодня у Витебску стартовали открытые республиканские споборненства по скачках на батуте памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Валерия Вагеля. Турнир завершая насыщенный, шматликими стартами сезон альчинных батутыстов. У им выступают больше за 70 майстров и кандидатов у майстры спорта нашей страны. На урочистом открытии спортивного форума побывал Сергей Місурагин. В триумфальном отримался сезон у Витебских скакунов на батуте. У 2021 году пройшли чемпионаты Европы, свету и Олимпийские гульнии у Японии. Гимн Беларуси гучал у России, Италии, Португалии, Баку и Токея. На усіх без выключения стартах наши земляки уздымались на медальовый пьедестал. Таким чином парад открытия споборництва уперетворился у церемонии узнагороджения тренеру и спортсмену. На международных стартах у скорбонку национальной команды выхованцы из дюшар номер один Витебска принесли 40 шаттые медали розной вартости. 44 медали привезли с официальных международных соревнований спортсмены-учащиеся и воспитанники нашей школы. Из них 23 золотых, из них 13 серебряных и 8 бронзовых бедра. Такого успеха, наверное, я как водитель этой школы я еще не помню. И, конечно, самая главная наша победа это олимпийское золото Ивана Литвиновича. Поэтому здесь можно только восхищаться, можно громко аплодировать и кричать, конечно, ребятам и тренерам Браво! Выник приходит тогда, когда у себя день и чуть зладжена деля поставленной меты. У свой час подморок по спеховым выступлениям витебских бутатистов заклау Минавита заслуженный тренер Республики Беларусь Валерий Вагель. В опытный наставник 38-м году отдал тренерской работе. В 18-м году изначаливал национальную сборную краины. Под его кераунистом выросла целая плеяда славодых спортсменов и вопытных тренеров. Не случайно, что итогом года является наш замечательный турнир памяти Валерия Ивановича Вагеля, человека, который заложил вот эти основы и, безусловно, конечно, во многом сегодня то, что мы сегодня пожинаем плоды, это и его заслуга. Как тренера, как человека, как человек, который болел за этот вид спорта и который действительно сделал его спортом номер один на Витебщине. Турнир памяти Валерия Вагеля оладится у Витебска в шестый раз, из-за всего, избирая проставнивший состав удельников. Сюда могут потрапить только маэстры спорта и кандидаты в маэстры. Сяруют их олимпийские чемпионы, чемпионы света и Европы. Так Витеблянин Олег Храпцев не потрапил только на олимпийские гульни, а я выиграл все международные старты, у которых оборонял гонор краины. За этот год я выступил чемпионат Европы, взял там три медали высшей категории, то есть золотые. На этапах в Кубках мира двух я выступил и во всех дисциплинах у меня были награды, где-то чемпионовство, ну будем говорить призовые. И чемпионат мира во всех трех выступлений тоже два золота мы взяли с ребятами индивидуально была бронза. То есть это самый лучший год за мою карьеру по количеству наград и вообще получается каждый старт принес медаль и это великолепный результат. Все лето с паборництвах примают удел больше за 70 спортсменов из усих регионов Украины. На протягу трех джонья не разыграют медали у двух категориях. Призеры и переможцы у индивидуальных, синхронных и командных выступлениях станут вядомы у пятницу 24-го Снежня. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, Новины, Витебск. Выпуск новинок этом завершенный. Я с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до встречи. Уближайшие сутки в области будет пираменная воблачность, местами невеликий снег. На особных участках дорог гололюдица. Ветер ночью неустойливый, слабый, днем поуднево-заходний 4,9 метров за секунду. У особных районах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 11, минус 16, местами до 17, и 20 градусов морозу. Днем минус 6,11. У Витебску пираменная воблачность, невеликий снег. На особных участках дорог гололюдица. Ветер ночью неустойливый, слабый, днем поуднево-заходний 4,9 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 14, минус 16, днем 7,9 морозу. Музыка 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 Музыка